Здравствуйте, коллеги! Добрый вечер! Итак, мы будем говорить о технологических трансформациях 21 века, в том числе о так называемых NBIGS-технологиях, о том, что такое креативная революция. Постараюсь показать, что это основа для всех технологических изменений, ну или, по крайней мере, что здесь есть диалектика прямых и обратных связей, где главное содержание – это переход к преимущественно творческому труду. Итак, давайте начнем с характеристики технологических трансформаций 21 века. Вы о них, наверное, не раз слышали, но я хотел бы на них остановиться чуть-чуть поподробнее. Прежде всего, так называемые NBIGS-технологии – это нано-, био-, информационные, когнитивные и социальные технологии. О чем идет речь? Позволю себе короткий комментарий, не будучи специалистом в этой сфере, ну, во всяком случае, в сфере информационных нано- и биотехнологий. Нано-технологии в потенциале позволяют создать нано-роботы, способные копировать нано-объекты, создавая ровно такие же, очень-очень маленькие, скажу грубо, копии того, что они должны дублировать. Получается такой универсальный дубликатор, о котором мечтали фантасты. В то время я прочел роман, в котором был такой ящичек, в который выклали любую вещь, и в соседней коробочке появлялась точно такая же вещь, абсолютно точно такая же. За исключением мыслящих существ. Даже живые существа дублировались. Вот нечто похожее, по идее, должен делать нано-робот. Он берет наимельчайший, самый маленький фрагмент нашего бытия, из тех, которые возможны сегодня, вот этот нано-элемент, и его копируют. Затем по программе, которая имеется, собирается из этих элементов нечто целое. Как показывает опыт, даже если механический будильник разобрать и собрать, не очень умело и не имея инструкции, то будильник не обязательно будет ходить. Так не раз получалось, во всяком случае, в те времена, когда такие эксперименты проводились. Тем более, когда речь идет даже не о миллиардах, а, наверное, на миллиардах, скажем так, образных нано-частиц, естественно, это задача, которая сегодня теоретически, абстрактно кажется потенциально решимой, но практически она не решается. Однако некоторые шаги в этом направлении сделаны. И один из шагов в этом направлении – это технологии, которые основаны на принципах аддитивности, добавления, а не противоположных процессах, которые господствовали до настоящего времени в промышленности. Вы знаете, что большая часть промышленности – это когда что-то от чего-то отрезают, дырку сверлят, стругают и так далее. Аддитивная технология – это нечто прямо противоположное. Из чего-то собирается нечто новое. В идеале, если мы получаем возможность вот такого наносинтеза, мы можем из любого бусора создавать любые сколь угодно полезные объекты. Абсолютно безотходное производство, когда мы одно перерабатываем в другое в соответствии с индивидуальной программой. Открываются очень красивые возможности. В принципе, если вы создаете такой, как наноробот в индивидуальном пользовании, то производство в точном смысле слова исчезает. Каждый индивид способен создать себе все необходимое. Вы задаете программу, видимо, мыслительным усилием даже, без клавиши, звука или каких-то изображений. Далее, искусственный интеллект вашу креативную разработку превращает в программу и из любой кучи мусора делает то, что вам нужно. Как минимум, можно делать красивое индивидуальное жилище. Вопрос за малым. Вы должны быть художником, чтобы сделать его красивым. Можно сделать красивую индивидуальную одежду. Вопрос за малым. Вы должны быть художником, чтобы сделать такую одежду. Ну и так далее. Возможности купить престижную вещь в потенции исчезает. Вы не можете купить часы за 2 миллиона долларов, чтобы показать, что вы великолепный человек. Очень успешный человек. Вы должны суметь создать красивые часы. Потому что из мусора часы за 2 миллиона долларов может создать любой человек. Пожалуйста, скопировать не проблема. Можно за 10 миллионов, можно за миллиард. Без проблем. Сколько хотите. Вообще проблема миллиарда исчезает в этом случае. Ресурсов, ограниченных ресурсов нет. Совсем нет ограниченных ресурсов. Ну, возможно, какие-то ограничения энергии, но они, в принципе, тоже снимаются. Во всяком случае, для потребления в индивидуальном смысле слова. Поэтому тут открываются совершенно другие возможности. Но они пока лишь мыслятся. Примерно так же, как мыслились возможности сети железных дорог, пароходного сообщения и фабрик в начале 18 века, когда Ползунов и Джеймс Уадт изобрели паровую машину. В принципе, все. Проблема была решена. Но до того, чтобы сесть на паровоз и доехать до любой точки земного шара, надо было прожить не одно столетие, а во многих случаях до сих пор это сделать невозможно. Здесь, видимо, дорога будет не меньше. Второй вариант – биотехнологии. Здесь все еще сложнее. Потому что мы, в принципе, вмешиваемся в геном человека, и дальше встает вопрос о том, насколько мы можем и имеем право, должны изменять божественную душу человека. Потому что, видимо, с изменением тела и генома меняются предпосылки для этой души. Душа сама не меняется, социальные качества человека при помощи биоинженерии изменить нельзя, но предпосылки можно. Встает очень много очень сложных, очень противоречивых проблем, решение которых упирается в социально-экономические, художественные, нравственные, эстетические вопросы, стоящие перед человечеством. И политические, и идеологические вопросы, стоящие перед человечеством. Информационные технологии. О них мы будем говорить подробнее дальше, поэтому я пока об этом ничего не скажу. Когнитивные и социальные технологии – это то, что создает дорогу для, с одной стороны, очень эффективного образования, включая просвещение, обучение и воспитание, а с другой стороны, открывает возможность для очень эффективного манипулирования человека. И эти технологии, вкупе с информационными, уже сегодня используются и государством, и корпоративным капиталом для манипулирования гражданином, потребителем и производителем, особенно если этот производитель фрилансер. Человеком манипулируют. Как именно, мы с вами будем разбираться позже, когда будем говорить о рынке 21 века. Но уже сейчас вы кое о чем, наверное, догадываетесь. Равно как о манипулировании человеком со стороны государства, средств массовой информации, идеологов и так далее и тому подобное. Вот такие неожиданные открываются возможности с этими технологиями. Встает очень интересный вопрос. О человек, что будет делать в этой новой реальности? Вопрос вдвойне актуальный, поскольку следующий дефис, как вы видите, это характеристика современного, точнее будущего производства, как безлюдного производства. Прежде всего, я не стал бы спешить и говорить о том, что мы уже вышли в пространство роботизированного, автоматизированного производства. Я напомню то, о чем не раз упоминал в своих лекциях. Возможно, кто-то из вас их уже слушал. Первый раз я узнал о заводе автоматик как реальности на лекции на втором или третьем курсе на экономическом факультете МГУ в самом начале 1970-х годов, полвека назад. Полвека назад я смотрел черно-белый, но это белый, черно-белый документальный фильм о цехе, где полностью автоматизировано осуществлялось производство подшипников. На входе заготовка, кусок железа, ну какой-то прокат там, брусок. На выходе упакованы в ящики подшипники. Полностью автоматизированное производство, управляемое компьютером. Ну, компьютер, конечно, не ноутбук и не смартфон. Нечто на много раз менее производительное и, я не знаю, наверное, в тысячи раз большее по объему весу и всему остальному. Но, тем не менее, это была уже реальность. Более того, 60-е и 70-е годы – это бум, дискуссия об искусственном интеллекте, о роботах, их будущем и так далее, о чем я вам уже говорил. Сегодня безлюдное производство, в принципе, возможно, но есть очень существенное ограничение. Для этого роботы должны стать более эффективны в рыночном отношении, если мы сохраняем капиталистическую рыночную систему, чем человек. Пока до этого в мировом масштабе крайне далеко. В подавляющем большинстве случаев для большей части технологий наемный работник индустриального типа гораздо выгоднее, чем промышленный робот. Отсюда соответствующие ограничения. Демонстрационных образцов масса, промышленных роботов сотни тысяч, но наемных индустриальных работников миллиарды. Различие более чем в тысячу раз. Пройти его исторически очень сложно. Примерно такой же путь, как я сейчас говорю, от первой паровой машины до всеобщей индустриализации, которая захватила многие страны периферии только в 21 веке. Два с половиной столетия. Вот где-то похожими могут быть темпы автоматизации, если социально-экономические условия будут оставаться такими же, как сейчас. Я думаю, что они такими же оставаться не будут, поэтому мы можем пройти дорогу гораздо быстрее, но возникает очень много интересных вопросов. Какие социально-экономические отношения будут это тормозить, а какие, наоборот, стимулировать переход к безлюдному производству. Что делать людям в этих условиях, пока вопрос, который я оставляю открытым. Я поставил этот вопрос, вопросительный знак висит, так сказать, над нами, давит на нас. А ответ будет позже. Интернет вещей. То, что очень модно, но не так важно, на мой взгляд, по сравнению с тем, что я сказал ранее. Интернет вещей, ну, в некотором смысле, это телефон, приделанный к станку. Если раньше надо было сказать в громкоговоритель или позвонить и сказать, что ж ты, Иван Петрович, трам-тарарам, надо вот так сверлить, а не так сверлить, то сейчас вы можете набрать команду на компьютере, она будет передана роботу, управляющему станком, и система сработает. Это самый простой, примитивный и грубый вариант, конечно же. В идеале интернет вещей – это то, что позволяет управлять большими производственными процессами на основе технологий больших данных. Технологии больших данных, big data – это вообще особая сфера, которая позволяет, как я уже говорил, во-первых, сделать реальностью планирование, а с другой стороны, обеспечить манипулирование акторами экономического процесса. Но не только экономического, мы просто занимаемся экономикой. Вот это очень интересные проблемы. Давайте теперь введем некоторые понятия, причем я их введу удивительно просто, по принципу взаимодополнения. Одно через другое. Строго так определять ничего нельзя, но для учебного процесса это будет полезно. Итак, информацию я определю как объективированное знание, а знание – как субъективированную информацию. Дальше стоит вопрос, а что такое все-таки что-нибудь из них, либо знание, либо информация. Ну, информацию, вы можете прочитать определение в любом словаре или в Википедии. Для меня, скорее, информация – это одна из разновидностей культурных благ. А культурные блага – это то, что создается в процессе творчества. А творчество – это то, о чем я буду говорить позже, поэтому будем читать, что эти определения вы получите ниже. Пока знание и информация через соотнесение друг с другом. Свойства информации. Давайте эти свойства, кстати, будут очень важны, не помогут нам сформулировать определение. Я его не буду вводить, я его буду выводить. Итак, информация – это удивительный феномен, который нельзя потребить. Она не исчезает. Есть информация, которая, ну, как бы это сказать, живет в объектах безотносительно к человеку. Но эти объекты становятся информацией только тогда, когда включаются в человеческую деятельность. Когда их распредмечивают. Ну, вот, я не знаю, что бы вам показать. Вот листик, да, я не буду отрывать листик. Вот здесь есть листик. Видите листик, да? Листик. С точки зрения растения, это, ну, какие-то там биологические процессы здесь протекают. Информации, этот листик, а это информация. Здесь очень много информации. Здесь информация о его биологическом строении, цвете, художественной информации. Для художника это, как сказать, то, что рождает вдохновение. Если этот листочек поставить в маленькую красивую вазочку, добавить к нему еще маленький цветочек, это будет замечательный подарок. Да, это будет художественное уже, культурное благо. Но они существуют только тогда, когда вы распредмечиваете этот объективный феномен. Вы из предмета выделяете его культурное содержание и превращаете в деятельность. Вы цветочек подарили девушке, действия. Вы вынули информацию о нем как биологическом каком-то феномене и сделали из него лекарство. Ну, из этого листочка вряд ли можно делать лекарство, но из какого-нибудь другого можно сделать лекарство. Из какого-то листочка можно, наверное, яд даже сделать. Вы распредметили. Но при этом информация неуничтожима. Она живет всегда. Даже если она теряет материальный носитель, она может быть воспроизведена, и как информация она бессмертна. Вот когда великий мыслитель, великий художник сказал, что рукописи не горят, он сказал правду. Не потому что бумагу нельзя сжечь, или не потому что нельзя трахнуть об пол компьютера, или трахнуть по нему кирпичом, или засунуть в печку, и то, что в нем записано, пропадет. Рукописи не горят, потому что потому. Да, вот я постарался это объяснить. И в процессе использования информация, как правило, увеличивается. Это удивительная штука. Это пирог, который чем больше вы едите, тем больше он становится. Нормальный пирог. В экономике говорят, главная проблема социалистов левых – это поделить пирог. Главная проблема либералов – это как испечь большой пирог. Вот социалисты делить умеют, а производить не умеют. Это неправда. Социалисты умеют производить, общественные блага, и не только. Хотя либералы делить тоже очень любят, в основном методом загребания себя по больше любимому. Знаете, невидимая рука рынка указывает на то, как выгребать деньги из карманов бедных и перегребать их в карманы богатых. Это один из афоризмов 19 века, эпохи классовой борьбы. Насколько он устарел, думайте сами. Так вот, возвращаясь к нашим баранам. Информация – это тот пирог, потребляя который вы его увеличиваете. Всякий раз, когда я студентам дарю какую-то информацию, они мне задают в ответ вопрос, я начинаю на него отвечать, и у меня информации, точнее уже знания, субъективированной информации становится больше. Чем больше я отдаю, тем больше у меня в голове. При этом это то, что можно дарить не теряя. Вы легко догадались уже. То есть вы дарите информацию, но вы ее не теряете. Феномен, о котором я не раз рассказывал своим студентам, о котором вы, наверное, много раз слышали. Его подметили еще древнегреческие мыслители. Я обычно рассказываю сказку про Буратино. Помните, там Мальвина спрашивает, у тебя два яблока, одно яблоко ты отдал мне, сколько у тебя будет яблок? Ну, Буратино, естественно, отвечает – два. Удивленный Мальвина спрашивает – почему? Говорит – я тебе не дам яблока, я не хочу. Ну, это не совсем арифметика и не совсем то, о чем мы говорим. Скорее, принципы экономического индивидуализма такого, да? В очень грубом виде. Речь идет о другом. Если у вас есть знание, вы его отдали другу, вы его не потеряли. А если друг вам отдал знание, то у каждого стало знание в два раза больше. Если же вы поменяли яблоко на грушу, то у одного не стало яблоко, но появилась груша, у другого не стало груши, но появилось яблоко. Если вы поделились знанием, я кому-то сказал 2 плюс 2 будет 4, а он мне в ответ сказал 3 умножить на 6 будет 18, то у каждого стало знание больше. И никто ничего не потерял. Это очень важное свойство для экономики, мы об этом будем говорить дальше, хотя оно довольно очевидно. Как я уже зафиксировал, оно подлежит распредмечиванию, но не потреблению. Съесть информацию нельзя. Яблоко можно съесть, яблоко не будет. Пиджак можно сносить. Информация может устареть, но как таковая она все равно не исчезнет. На ряду с геометрией Эвклида может появиться геометрия Лобачевского, но геометрия Эвклида от этого никуда не денется. Точно так же с физикой Ньютона и Эйнштейна, точно так же со знаниями физиократов и знаниями современных экономистов-теоретиков. В создании информации действует эффект распределения издержек. Чем больше спрос на информационный продукт, тем меньше могут быть издержки. Все наоборот по сравнению с обычным рынком. На обычном рынке чем больше спрос, тем выше цена. Здесь потенции, если нет монополии интеллектуальной частной собственности, ситуация может быть совершенно другой. Я великий программист. Ну это конечно ложь, я никакой не программист, но представим себе, что я программист. И написал замечательную программу. Ну и хочу за это получить 100 тысяч долларов. Если эту программу отдал одному человеку, он платит 100 тысяч долларов. Если 100, каждый платит по 1000 долларов. Если отдал 100 тысячам, каждый заплатил по доллару. Если отдал 10 миллионам, каждый заплатил по одному центу. Если отдал всему человечеству, можно платить какие-то вообще ничтожные суммы, которые можно считать нулем. Распределение издержек. Чем больше масштаб производства, тем дешевле единица товара. Ну, в принципе, эффект от масштаба существует и в других случаях, но с информацией он работает в очень таком красивом, чистом виде. И как таковая информация по своей природе становится общественным благом. Как я уже сказал, ее можно дарить, не теряя. Ее совершенно не обязательно превращать в частное благо, в отличие от ограниченных ресурсов, которые приходится потреблять, как правило, не распредмечивать и потреблять в индивидуальном порядке. В широком смысле, индивидуальное предприятие, индивидуальное потребление пиджака человеком, индивидуальное потребление проката машиностроительным заводом и так далее. Теперь, что такое творчество? Это то, что создает новые культурные блага, одной из разновидностей которых является информация. Самое простое определение – создание нового. Дальше, правда, встает вопрос, а что такое новое? Я должен вам сразу сказать, итогового определения творчества, которое устроило бы всех, нет. Над этим бьются философы, психологи, экономисты, кто только не пытается найти это определение. В большинстве случаев получается нечто описательное и неудовлетворяющее всех остальных. Я назову некоторые атрибуты творчества, которые позволяют нащупать характеристики этого понятия, этой категории, ну и, соответственно, того явления, которое эта категория отражает. Итак, творчество – это деятельность, которая распредмечивает культурный феномен. Распредмечивает, то есть вынимает из объекта его культурный смысл. Оно творчество. Рассматривает танк не как средство из пушки и пулеметов убить несколько сотен человек, а как некоторую информацию о технологии создания этой машины. Творчество в природе видит культуру. Поэтому, кстати, неверно говорить, что есть культура, человеческий мир, и есть природа, не человеческий мир. Художник в дереве видит культурный феномен. Влюбленный мужчина в женщине видит красоту. Ну, я не физическую красоту обязательно имею в виду, хотя красивая женщина – это прекрасно, но гармонию. Возможность совершенно другого отношения человеческого. Что угодно. Ржавая железка. Вы видите в ней, распредмечивая эту ржавую железку, не красоту, потерянный ресурс, если вы экономист. Вы во всем видите культурный смысл. Не потребляя этот феномен. Не съедая его, не сжигая, не переплавляя. И так далее. Далее. Вы из этого культурного феномена в творческой деятельности делаете другой культурный феномен. Он может быть в чем-то опредмечен. И даже наверняка будет в чем-то опредмечен. Он может быть опредмечен в виде линий на бумаге. Вы сделали чертеж. Он может быть опредмечен в виде каких-то действий, когда вы нажимаете клавиши компьютера или двигаете мышкой. И в результате складываются определенным образом импульсы электрические, магнитные. Какие-то импульсы в памяти компьютера. В данном случае не очень важно, в чем вы опредмечиваете. Вы можете опредмечить в деревяшке. Человек, который не может сделать чертеж, как предмет, но может сделать предмет. Он делает предмет, и он опредмечивает свое знание. И дальше эта деревяшка, определенным образом скомбинированная, оказывается произведением искусства или новой технологией. Человек вместо табуретки сделал стул со спинкой. Огромная инновация. Чертежа не было. Скорее всего, этот гений, который сделал стул со спинкой, не делал сначала чертеж. Он просто приделал деревяшку к другой деревяшке. Но он создал культурный феномен, которым человечество пользуется уже тысячелетия. Практически универсальные все. Возможно, он гений не меньше, чем тот, кто доказал какие-то теоремы и открыл закон Ома. Тот самый Ом, который открыл закон Ома. Закон Ома может быть опредмечен в наборе деталей, при помощи которых учитель физики демонстрирует вам действие этого закона. В данном случае это не важно. Можно мел на доске. Все равно. Может быть презентация. Это не имеет значения. Мы из одной культурной ценности делаем другую культурную ценность при помощи творческой деятельности. Далее. Как я уже сказал, эти блага становятся неограниченными и общедоступными, а затраты на их тиражирование стремятся к нулю. То есть в творческой деятельности проблемой становится создать из культурной ценности, которая в принципе неограничена, другую культурную ценность, которая опять будет неограничена. А затрат на тиражирование очень малый. Я приведу только один пример. Современные медикаменты. Их производство обычно очень дешево. Проблема состоит в том, чтобы создать ноу-хау. Создать этот новый препарат. Если не патентовать и не пытаться получить интеллектуальную ренту с интеллектуальной частной собственностью, то лекарства будут стоить очень-очень дешево. Даже самые замечательные лекарства в большинстве случаев в производстве относительно дешево. Пошли дальше. Результат творчества. Да, это культурный феномен. Но не только. Кстати, учтите, что этим культурным феноменом может быть художественное произведение, научный продукт, конструкторский продукт, ученик, который чему-то научился и так далее. Далее. Этим продуктом становится человек, который стал богаче, творчески богаче. Обрел новые способности. Эйнштейн, который создал теорию относительности, это гораздо более богатая личность, с гораздо более развитым творческим потенциалом, чем тот, кто был учеником 10 класса. Человек создает сам себя в процессе творческой деятельности и развивает себя. И чем больше он работает, тем более богатым он становится. Более того, из этого вытекает, что творческая деятельность является результатом как таковая, сам процесс. И главным стимулом к творчеству является оно само. Вот один из атрибутов творческой деятельности, в отличие от репродуктивной, это самомотивация. Я работаю, потому что мне нравится. Вот одного из физиков, великих физиков Советского Союза спросили, что вы делаете. Говорит, как что? Я занимаюсь удовлетворением своих мечтаний за общественный счет. Когда Галина Уланова, величайшую балерину, наверное, мира 20 века, ну или одну из величайших балерин 20 века, спросили, как вы живете в Советском Союзе, у вас такая маленькая зарплата. Ну, зарплата у нее была, конечно, не маленькая по советским понятиям, и даже очень большая. Эти квартиры лучше, чем у членов Центрального комитета КПСС. Ну, неважно, по понятиям Америки это были очень маленькие деньги. Сказал, я вообще не понимаю, за что мне платят, я люблю танцевать. Главная ценность в творческой деятельности – это сам процесс творческой деятельности. Да, сегодня большинство творцов живет не так. Они отчасти экономические люди, которые хотят как можно больше денег и как можно меньше работать. Нормальный, рациональный экономический человек в рыночной системе. Но, с другой стороны, не творцы. Это дилемма, о которой я вам не раз говорил, и которая присутствует у каждого студента, на самом деле, у каждого участника нашего процесса. Это дилемма между интересной творческой работой, которая оставляет большое свободное время, возможность развития личности, диалога, обеспечивает общественное признание. Не признание твоих часов, которые стоят 2 миллиона долларов, а признание тебя как личности, которая обладает культурным потенциалом. Это одна сторона медали – интересная творческая работа, самореализация. А другая сторона – медали, деньги, ну или деньги, воплощенные в чем-то, в машинах, вещах, домах, бриллиантах и так далее. Вот это дилемма каждого человека. В современном рыночном мире каждого человека занятого творческой деятельностью в первую очередь. Вот такие вот черты творческой деятельности. Пошли дальше. Творческая деятельность – это особый тип человеческого отношения. Это всегда субъект, субъектный диалог творца с остальными деятелями в пространстве и во времени. Вот я сейчас с вами веду диалог. Но одновременно я веду диалог со всем человечеством, потому что я использую слова. Я использую знания, которые мне подарил Генрих Степанович Батичев, Наль Сергеевич Злобин, Николай Владимирович Хессин, Эвальд Васильевич Ильенков, профессор Библер, Сократ, Шекспир. Наверное, даже Пушкин, который создал современный литературный русский язык. Берта Лолман, с которым я беседовал два года назад в Америке на эти темы. Они все говорят моим языком. Я с ними в постоянном субъект-субъектном диалоге. При этом, в отличие от рыночного отношения, где я вступаю в отношения не с субъектом, а с объектом, здесь я вступаю в отношения именно как субъект и субъект. Что такое рынок? Я, как две ножки и две ручки, приделанные к, ну, предположим, тысяче рублей, прихожу в магазин, где лежит помидор за 500 рублей килограмм, а предмеченный человек, который этот помидор даже, нет, даже не тот, кто его создавал, кто является собственником этого помидора. Собственник помидора, а предмеченный, овечненный в помидоре. Я вступаю в отношения с собственником? Да мне наплевать, какой собственник. Рыжий он или черный, старый или молодой, красивый или урод. Может, он вообще бандит, который крышует этот магазин. Мне все равно. Я вступаю в отношения с помидором. И вступает в отношения не Бузгалин, Александр Владимирович, а вступает в отношения тысячи рублей, которые лежат у меня в кошельке. Я дам случай не более, чем ножки и ручки, приделанные к тысяче рублей. Все. Тысяча рублей поменялись на 2 килограмма помидор. Вместо субъекта субъектного диалога получились, так сказать, овечненные человеческие отношения. Денежка на товар. Товар на деньги. Можно дериватив на что-нибудь. В каком-то случае где-то присутствует субъективный фактор, когда вы выбираете, какой помидор получен. Но в любом случае это не субъект субъектный диалог. Субъект субъектный диалог, когда вас интересует в помидоре красота, а в красоте помидора творец, который его создал, а в творце, который его создал, его личностные качества, его настроение, его душа, его порывы и все остальное. А сколько он стоит, вам безразлично. Да и сам помидор, как это не более, чем у предмеченной творческой деятельности. Вот если вы на помидор смотрите, как на произведение, я не знаю, аграрного гения, который сумел вырастить зимой, что-то очень вкусное, пахнущее, ароматное и так далее, вы вступаете в диалог с творцом. Вы его распредмечиваете, этот помидор. Если вы хотите купить подешевле товар сносного качества, или даже хорошего качества, вы вступаете в отношения овещненные, даже не опредмеченные. Этот субъект, субъектный диалог, он обладает удивительным свойством. Эта деятельность одновременно и всеобщая, и индивидуальная. Всякое творчество индивидуально. Любая творческая деятельность, она индивидуальна, даже если она осуществляется в коллективе. Но она одновременно есть деятельность всего человечества. Вот как я только что привел пример. Я сейчас, читая эту лекцию, на самом деле реализую в себе потенциал всего человечества, прямо или косвенно. Всех тех, кто создавал язык, всех тех, кто создавал политико-экономическую теорию, компьютер, при помощи которого я читаю эту лекцию и так далее. Вот такое противоречие. Эта всеобщая творческая деятельность обуславливает то, что индивидуальный вклад творца сосчитать невозможно. Эта деятельность, в принципе, не может быть оценена как продукт отдельного индивида. Трудозатраты творца считать бессмысленным. Можно считать часы, которые он провел, только вопрос «Где?». Вот у меня все самые интересные идеи приходят в бассейне, когда я плаваю или во время концерта симфонической музыки. Иногда, когда я читаю лекцию студентам вообще по другой теме. Где? Какие часы считать? Как считать? Один творец может создать технологию, которая человечеству подарит несоизмеримое богатство. Ну, тот же ОМ. Совместно со всеми остальными, ну, наверное, не очень многочисленными учеными, которые создали основу электротехники, вообще электричество, благодаря которому мы все живем сегодня. Если оно исчезнет, мы погрузимся, наверное, вообще в смерть. Что они сделали? Они сделали больше, чем миллионы рабочих. Как их оценить? Никак. Потому что каждый из них вступал в диалог с безумным, бесконечным количеством всех остальных, кто помог им стать такими. Начиная от школьного учителя или мамы, или, может быть, красивой природы, или музыканта, чью музыку он слушал, когда открывал этот закон. Отсюда принципиальная невозможность адекватной оценки вклада творческого работника. Он может работать, создавая, в принципе, богатство для всех и получает всех столько, сколько ему необходимо для творчества. А для творчества, ну, я не говорю сейчас о лабораториях, или холсте для художника и так далее, для его личного воспроизводства ему надо ровно столько, чтобы не мешало работать, а помогало работать. Дворец уже будет вреден. Необходимость бегать по магазину, выбирая сотый костюм, будет вредна. И многое-многое другое будет вредно. Если все люди творцы и нет слуг, то тогда вообще бессмысленно ткать достаточно большое богатство. Трехкомнатную квартиру убирать замучишься. Понимаете? И плюс главная потребность, как мы только что заметили, труд творческий – это самомотивация. Если это самомотивация, то главная потребность человека – это труд. И вполне возможно коммунистическое распределение, потому что это распределение по потребностям, где главная потребность – труд. То есть распределение чего? Труда. Интересного труда. А интересного труда на всех хватит. Вот сейчас мы подойдем к решению проблемы, которую я обозначил в самом начале. Помните, я говорил, куда девать людей и чем они будут заниматься, если все будет автоматизировано? Что еще из этого следует? Что всеобщий творческий труд создает всеобщую ценность, принадлежащую опять всем потенциям. Что этот труд не требует социально-экономического посредования. Творца не надо стимулировать деньгами, творца не надо стимулировать палкой по принципу крепостного. Не будешь работать на поле барина, тебя выпарят. Или вообще убьют, если ты раб. Или денег не заплатят, если ты наемный рабочий. Не нужно. В современных условиях нужно. Более того, творцов иногда в шарашке заставляли работать под страхом наказания, пытки, еще чего-то, голода. Но это, понимаете, это исключение, это выход за рамки вот этой фундаментальной ценности. Это переходные отношения. Ну, как помесь, масло и воды, я не знаю, перемешали в бутруке, они все равно не интегрируются, если я не ошибаюсь, при нормальных условиях. Подсолнечное масло и вода. Перемешать можно. Вот дальше, собственно, и оказывается, что всякое творчество в этом случае, которое осуществляется как распредмечивание, есть в то же время и процесс со-творчества. То есть, всякое творчество, и это всегда диалог, субъект, субъектный диалог, это всегда использование бесконечного количества культурных ценностей человечества, это всегда со-творчество. То есть, вы сотворяете вместе с другими. Они сотворяют вместе с вами. И еще одно следствие. Если вас не распредмечивают, то есть, если с вами не вступают в творческий диалог, то ваш продукт мертв. Его нельзя использовать. Продукт творчества нельзя потребить. Вот картошку или кусок мяса можно съесть, даже если вы не умеете есть, если у вас нет большого курса по тому, как поедать картошку. Правда, кто-то говорил, что у ложки должна быть инструкция, хватательный конец, засовывательный конец, ну и так далее. Но это смешно. Попробуйте потребить хотя бы учебник китайского языка. Это даже не самый творческий продукт. Попробуйте потребить произведение искусства. Вы должны обладать художественным вкусом. Вы сами должны быть художником в какой-то степени. Больше или меньше. Поэтому для того, чтобы потребить продукт творчества, вы сами должны быть творцом. Вы должны его распредметить. Вот видите, сколько всего мы вытащили из одного определения творчества. Я скажу о том, как может решаться проблема в этих условиях безлюдного производства и судя по человечеству, которое попало вот в эту атмосферу безлюдного производства. Это обычно формулируется в виде проблемы 20-80. 20% еще как-то включены в производство, а 80% никому не нужны, поскольку производство автоматизировано и высокопроизводительно. На самом деле, это совершенно искусственная дилемма, которая возникает, если мы живем в мире, который построен как лекало сегодняшнего пространства, где большинство людей либо занято тяжелым трудом, либо занято перераспределением богатства, созданного этим трудом. Бесконечные финансисты, брокеры, промоутеры, девелоперы, риэлторы и так далее. Собственно, человеческое сообщество, которое включено в процесс сотворчества, формируется в результате креативной революции, это сообщество, в котором у каждого человека есть бесконечный простор, для работы 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Почему? Потому что у творчества нет границы между свободным и рабочим временем. Рабочим временем, если мы говорим о широком развитии творческой деятельности, становится время, в течение которого вы заняты репродуктивным трудом, нетворческим, репродуктивным трудом. Вы не создаете культурных ценностей, вы не распредмечиваете, вы не опредмечиваете, вы производите, потребляете, повторяете все то же самое. Если репродуктивную деятельность осуществляет машина, человек может наконец сделать то, для чего он, собственно, родился. сущность человека это способность к творчеству, способность формировать цель, искать средства ее достижения и реализовывать этот императив. Собственно, таким создал его Господь Бог, по своему образу и подобию, кстати, Бог творец, создал человек по своему образу и подобию, творцом. Я человек не религиозный, я просто привел этот пример как образ, который запечатлели даже люди, занятые прежде всего нетворческим трудом. Если мы будем говорить о антропогенезе в соответствии с материалистической традицией, которой я принадлежу, то человек отличается от обезьяны прежде всего тем, что он обладает способностью к творческой деятельности, к формированию мира, к культуры и дальше вот все то, что я вам рассказывал. Вот собственно этим человек и будет заниматься. Вы спросите, а где и как? Ну давайте я перечислю сферы общедоступного массового творчества, которые есть уже сегодня и которые завтра должны стать доминирующими. Ну прежде всего образование для всех и через всю жизнь, причем в единстве обучения, просвещения и воспитания. просвещения, обучения и воспитания для всех и через всю жизнь, начиная с яслей и заканчивая просвещением и обучением старых людей, которым надо постоянно обладевать новыми технологиями. Ну конкретно вот сегодня надо учить пенсионеров пользоваться компьютером, интернетом, смартфонами, социальными сетями и так далее. И это самый минимум. И это постоянно. Огромная сфера. Считайте, процентов 20 всех людей может заниматься этим до бесконечности. Да? Учить всех остальных. Учить остальные 80%. И учить самих себя. Здоровый образ жизни. Ну как минимум в современных условиях это семейный врач, обязательно семейный врач, плюс специалист, плюс ты сам как собственный субъект своего здорового образа жизни. это тоже творчество и себя делать здорового человека. Адекватным для тебя способом. Пожалуйста. Еще 20%. Включая спортивных тренеров и все остальное. Те, кто учит танцем. Все, что хотите. Третья сфера. Инженерное, научно-техническое творчество. То есть творчество, связанное с процессом производства. Формировать программы для роботов, которые будут все делать. Определять, что делать. Как распределять материальные ограниченные ресурсы. И так далее. Четвертая сфера. Художественное творчество. Потенции. Каждый человек, особенно в условиях, если мы переходим к аддитивным технологиям, основанным на нанотехнологическом, на этих нанороботах, каждый человек должен быть художником. Он должен уметь себя сделать красивым, индивидуально. Материальных ограничений нет. Есть проблема твоего собственного вкуса. Можно превратиться в болвана, которого будет делать красивым модельер, но ты теряешь свою человеческую сущность. Мужчина, которого сделал красивым, я не знаю, продавец магазина, это уже не мужчина красивый, а продавец магазина замечательный, который из болвана и урода сделал красивого мужика. Я специально не говорю о девушках, которым делают профессиональный макияж. Девушки, учтите, макияж это обман мужчин. Это искажение вашей природной сущности и ваших реальных качеств. Но я думаю, что вы это прекрасно понимаете, поэтому не будем об этом дальше говорить. Попробуйте себя сделать художника. И вы будете в вечном соревновании со всеми другими, как один художник с другим художником. Еще одна сфера. Пока мы находимся в наших реалиях, огромное пространство это социальная работа. Человечество породило огромное количество социальной грязи. Людей, которые живут в адских условиях, некрасивой жизнью, не хотят красивой жизни, не умеют ей жить. Попробуйте из бомжа сделать творческого человека. Огромная трудная работа, которую можно делать вместе с ним, в совместном сотворчестве. Адски сложно. Можно? Можно. В условиях очень бедного Советского Союза, после войны из уголовников в коммуне имени Дзержинского, Феликса Дзержинского, описано в книге Макаренко, сделали людей, практически все из которых стали инженерами, квалифицированными рабочими, писателями, художниками и так далее. Из низов, из грязи сделали замечательных людей в очень тяжелых условиях. Благодаря самоуправлению, сотворчеству, педагогической деятельности, социальная работа, решение экологических проблем, огромное количество грязи, которую человечество породило и изуродовало в природу. Я уже не говорю о собственной науке и так далее. Бесконечное пространство для творчества, работать круглые сутки, уставая, как собака. Если роботы будут делать за тебя все неинтересно. Вот один из коллег, который, я надеюсь, прочтет одну из лекций на английском языке, Алан Фриман так и определил творчество. Это та деятельность, которую не может делать машина. Но об этом он вам расскажет сам. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok